В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Более 120 жителей муниципалитета отметили День здоровья у кинотеатра «Искра». Люблю заниматься своим здоровьем в смысле питания, в смысле того, что нужно быть активной. В Витновском тринатальном центре новое реанимационное оборудование. Опускаем вот эту вот присоску до уровня груди и дальше включаем уже режим искусственного массажа. Солнечный остров стал островом невезения подтопления в дачной поселке. Вода очень стремительно поступала силами жителей нашего поселка и администрации нашего поселения. Соответственно, расчистили ручей. 7 апреля во всем мире отмечается День здоровья в Ленинском городском округе. В честь этого дня прошло несколько мероприятий, призванных обратить внимание жителей на такой важный аспект, как здоровый образ жизни. Центральной площадкой праздника стала площадь у кинотеатра «Искра». Туда отправился наш корреспондент Максим Козлов. Ученики видновских школ, представители старшего поколения, спортсмены и врачи. Более 120 человек приняли участие в мероприятии у «Искры», которое было посвящено Дню здоровья. Сейчас, когда врачи ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, он особенно актуален. В нынешнее время, когда мы все, весь мир получил такую проблему, как пандемию, хотелось бы, чтобы все люди на планете в этот день завели какую-то хорошую привычку. Или же наоборот, избавиться от одной какой-нибудь плохой. Открылся праздник с зажигательными танцами участников клуба «Звездный вальс». Глядя, как ловко ребята выписывают сложнейшие пируэты, понимаешь, что со здоровьем у них явно все в порядке. Своим секретом поделился один из танцоров. «Секрет, наверное, прозвучит очень банально, и, наверное, не раз об этом уже говорили. Здоровый сон, здоровое питание. И просто не соблюдать два этих простых правил, то и здоровье в теле будет, и здоровый дух». Елена Павлова Баканова на пенсии скучать не привыкла. Можно сказать, для нее каждый день – День здоровья. В губернаторском проекте «Активное долголетие» она занимается скандинавской ходьбой уже полтора года и чувствует себя великолепно. «Люблю заниматься своим здоровьем в смысле питания, в смысле того, что нужно быть активной. Вот еще открылся вот такой проект, и я с удовольствием пришла на этот проект». Следующим номером праздника стал фанцевальный флешмоб, в котором приняли участие и школьники, и пенсионеры. А рядом проходила акция «Сигареты в отмен на яблоко», цель которой – призвать курящих избавиться от пагубной привычки. «Надо сдать свои сигареты, и мы даем вам яблоко. Но если человек тоже не курит, мы все равно угощаем яблоками». Пока одни веселятся на улице, другие занимаются здоровьем в классическом понимании этих слов. В фойе кинотеатра «Искра» прием ведут врачи Видновской районной клинической больницы. Более 60 человек приняли они в этот день. Здесь же можно было провести ряд экспресс-исследований. «Медсестра проводит тестовое измерение на сахар крови, на коронавирусную инфекцию. Качественный тест наличия или отсутствие неколичественное. Мы еще измеряем давление, сатурацию». А вот участники проекта «Активное долголетие в заботе о здоровье» не к врачам пошли, а на очередную тренировку. Сегодня она также приурочена к знаменательной дате. «Мероприятие проходит около 20 в различных точках. В каждой из школ Ленинского городского округа проводятся зарядки для детей утренние. Проводится множество всяких лекций, флешмобов. Основная площадка – это здесь, у кинотеатра «Искра». По предварительным оценкам, всего в мероприятиях, посвященных Дню здоровья, в Ленинском городском округе приняли участие более 10 тысяч человек. Максим Козлов, Кирилл Анов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Спасать жизни и дарить миру новые – этим медики Видновского перинатального центра занимаются ежедневно. Выполнять клятву Гиппократа им помогает современное высокотехнологичное оборудование. Видновский перинатальный центр славится не только высококлассными специалистами, но и современным оснащением. Медики ежегодно обновляют оборудование, необходимое для помощи как новорожденным, так и самим мамам. Месяц назад здесь появилась автоматическая реанимационная система для проведения сердечно-легочной реанимации в автоматическом режиме. Опускаем вот эту вот присоску до уровня груди и дальше включаем уже режим искусственного массажа. Два режима. Аппарат переносной работает от аккумулятора и готов к работе уже спустя 5 минут после распаковки. Батарейки хватает на 40 минут автономной работы, но реанимацию можно продолжать и после подключения аппарата к зарядке. Мы его используем во время транспортировки. Допустим, где-то на улице или в коридоре случилась остановка сердечной деятельности, мы подключаем этот аппарат, и мы уже пациента с параллельной реанимацией транспортируем туда, куда это необходимо. Видновскому перинатальному центру такая система была просто необходима. Он принимает пациенток с высоким риском тромбоэмболических осложнений, у которых в случае остановки сердца сердечно-легочная реанимация имеет свои особенности. При реанимации таких пациенток мы обязаны проводить сердечно-легочную реанимацию в течение двух-трех часов и в некоторых случаях и больше. Конечно, вы понимаете, что человек физически просто не может эффективно в течение такого длительного времени проводить сердечно-легочную реанимацию. В конце прошлого года в центре был введен в эксплуатацию Центральный пункт наблюдения в Ординаторской, который позволяет мониторить состояние пациентов, находящихся в реанимации и операционных на расстоянии. Если хотя бы один из показателей выйдет за границы нормы, система тут же оповестит об этом медиков. Также Видновский перинатальный центр, единственный в Московской области, стал обладателем уникального оборудования для экстракорпорального очищения крови. Начиная от гемоперфузии и заканчивая плазмофильтрацией, каскадным плазмоферезом. Допустим, плазмофильтрации мы проводим на определенных колонках, проводим у пациенток с заболеваниями печени или осложнением беременности, которые повлияли на печень. Аппарат позволяет помочь тем, кто длительное время не может выносить беременность женщинам с аутоиммунной патологией. Во время всех манипуляций медики непрерывно мониторят состояние не только мамы, но и ребенка. Сейчас в день на нем проводится 5-6 процедур. Аппарат проще собирать, занимает меньшее количество времени, чем другие аппараты. И сама процедура на нем проводится быстрее. Здесь также хранятся запасы донорской крови и заготавливается аутоплазма пациентов, у которых есть риск массивной кровопотери во время предстоящей операции. Словом, медики перинатального центра справятся с любыми сложностями, чтобы спасти жизнь и здоровье мамы и ребенка. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. Последствия обильных снегопадов в виде затопленных территорий. Ситуация неприятная, но неудивительная. О начале весеннего паводка в Московской области предупредили еще в марте. Однако в дачном поселке, солнечный остров, беду не ждали. Пока все радуются наступлению весны, некоторые борются с последствиями потепления. Дачный поселок Солнечный остров недавно превратился в настоящую Венецию. Размер затопленной территории на момент обращения жителей в службу 112 достигал 30 тысяч квадратных метров. Вода очень стремительно поступала силами жителей нашего поселка и администрации нашего поселения. Мы, соответственно, расчистили ручей, который был там захламлен, там были бревна различные. Мы остановили поток воды в наш поселок. Но этой воде уходить некуда и, соответственно, мы получили то, что получили. В силу того, что здесь действительно это было поле, это низина. Мы видим, что так вот выше есть участки. И они большие, имеются высокие участки. Соответственно, здесь образовался данный водоем. За первые 12 часов работы ушло более 40 сантиметров воды. От затопления пострадали два дома дачного поселка, один из которых оказался жилым. Однако его обитатели от помощи и переселения во временное жилье до устранения последствий происшествия отказались. В целом по поселку проезды мы проезжали и вчера ночью, и сегодня проезжали. В целом проезды нормальные и выезды с поселка есть дополнительные. То есть такого внутри поселка критического того, чтобы надо было спасать и эвакуировать людей, такой ситуации не было. Возможной причиной возникновения экстренной ситуации считают засор ливневой трубы под дорогой. Наверняка станет известно лишь после полной перекачки талой воды в искусственное русло с противоположной стороны дороги. Сейчас здесь 9 единиц техники, 35 человек работают и специальная мотопомпа, которая 600 кубов в час выкачивает. На сегодняшний день уже проблемы для жителей непосредственно в их домах нет. Но тем не менее, пока мы полностью не устраним последствия, отсюда никто не уедет. Сегодня острая фаза ликвидации последствий ЧП уже пройдена. В поселке проводится уборка и восстановление местности. На сегодняшний день в округе существует 6 подобных проблемных точек. Все они находятся на контроле администрации муниципалитета. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДН.ТВ. В очередной раз порадовали своих поклонников воспитанники оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Евгений Рылов и Иван Гирев. Они показали отличные результаты на чемпионате России по плаванию, который в эти дни проходит в Казани, и получили путевки на Олимпиаду в Токио. Соревнования в Казанском дворце водных видов спорта начались 3 апреля и закончатся 9-го. Оба наших спортсмена выступили в третий день. Сначала в заплыве на 200 метров вольным стилем свое мастерство продемонстрировал Иван Гирев. Почти всю дистанцию он держался на третьем месте, но в конце смог сделать рывок и стать вторым. Двухкратный чемпион мира Евгений Рылов вряд ли чувствовал себя абсолютно уверенно. Его соперниками стали не менее именитые спортсмены. Тем не менее, Евгений выиграл старт, а далее только наращивал темп. В результате первое место и новый российский рекорд. Таким образом, оба спортсмена успешно выполнили отборочный норматив и примут участие в Олимпийских играх, которые этим летом пройдут в Токио. На нынешнем чемпионате России медали вручали не только пловцам. Награды вместе с Евгением и Иваном разделил их тренер Андрей Шишин. Бирилевский экспериментальный завод, расположенный в поселке Измайлова, основной производитель и поставщик питания для космонавтов на МКС. В преддверии Дня космонавтики его сотрудники приняли участие в проекте «Историко-культурного центра. Стихи живут повсюду». И прочли произведения Владимира Агатова. Автор проекта «Стихи живут повсюду» Наталья Замарина рассказала, что работая над очередным сценарием, решила, что апрельский выпуск обязательно должен быть посвящен космической теме. Для меня эти дни очень радостны еще и от того, что я родилась 10 апреля 1961 года. И все свое детство я слышала, что вы космонавты. То есть мы были космонавтами, и вот эти частушки о космосе, какие-то прибаутки, какие-то игры, вот эти ух ты, ах ты, все мы космонавты. Все детсадовское мое детство меня сопровождали. В рамках проекта была организована поездка на Бирилевский экспериментальный завод. Сотрудники предприятия прочитали стихотворение Владимира Агатова о первом полете в космос. Опережая мудрый век космических далеких странствий, ушел советский человек сегодня в звездные пространства. Нет нужных мыслей, верных слов, я только думаю с волнением, что с ним страны моей тепло, дыхание и сердцебиение. Что в этот миг метнули след ему с высот кремлевских башен, и слава наших прошлых лет, и лет грядущих, слава наша. Работники Бирилевского экспериментального завода уже почти 60 лет отвечают за содержимое тарелок на орбите. Экскурсию по этому уникальному учреждению для нашей съемочной группы провел доктор технических наук, главный конструктор по обеспечению питанием экипажа космических объектов Виктор Добровольский. Рацион формируется путем закладки продуктов в специальный контейнер. Вот специальный контейнер. На крышке контейнера 16-суточное меню. 16 дней. Почему 16 дней? Потому что космонавты долго там находятся. И чтобы не было приедаемости блюд, приедаемости пищи, они повторяются один раз в 16 дней. Основной цех завода похож на огромную кухню. Именно здесь в течение почти двух суток борщ проходит подготовку для отправки в космос. Приготовление пищи осуществляется как в обычных земных условиях. Готовится первое блюдо, готовится второе блюдо, готовятся полуфабрикаты для затаривания в консервные банки мясных консервов. Стоит отметить, что космонавты не используют тюбики, которые правильнее называть тубами с середины 80-х годов. Производство почти полностью перешло на сублимацию. Сегодня разливают сок для сублимации. И, к примеру, так же первое блюдо будет осуществляться, как вот и сок. Наблюдать за процессом можно только через стекло. Здесь все стерильно. Сушка осуществляется следующим образом. Затаренный продукт в специальное противень помещается в сублиматор. Затем все так дверь закрывается, вот как слева показана закрытая дверь. И включается заморозка. Продукт сначала замораживается. Сейчас на заводе создают 90% всех наших космических продуктов. Только за рыбу, хлеб и сыр отвечают другие предприятия. Преимущество продукции – ее исключительное качество. Вся космическая еда вырабатывается на основе натурального сырья без добавления искусственных загустителей, стабилизаторов и консервантов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.